Степенно мой мозг закипает. Закипает все сильнее и сильнее. Я даже, честно говоря, не знал, выдержу ли я эти перегрузки умственные и буду ли в форме, чтобы читать лекцию, которая по расписанию у нас стояла на 15 часов. Ну, видите, пока еще жив, но вижу ряды пределя. То есть все-таки не все такие интеллектуальные герои способны на получение такого большого объема знаний. При том, что вам еще предстоит три дня, что ли, еще впереди? И еще сегодня не закончилось. Да, при том, что я все-таки кандидат наук, доцент и много лет тренировал свой мозг по социогуманитарной проблематике, по истории, и то я уже не выдерживаю. Как у вас настроение? Нормальное? К работе готовы? Хорошо. Ну, я так понимаю, мы должны подождать еще несколько минуточек? Или нет? Нет? Или остальные не вернутся уже? Нет, мы можем начинать. Я просто слышал, что кого-то разбивают в какие-то малые группы и разводят по подвалам. Нет, у нас некоторые студенты пошли на экскурсию, познакомиться с нашим вузом, а остальные все здесь. Все, отлично. Все, можно начинать. Спасибо. Хорошо, ну тогда начнем. Так, дорогие друзья, в первую очередь я хотел бы спросить, попросить поднять руку тех, кто в декабре уже участвовал в первой итерации зимней школы, которую мы в Болгаре проводили с коллегами. Есть такие? Один? Ты один-единственный? Серьезно, что ли? Хорошо. Хорошо. Тогда другой вопрос. А поднимите руку, кто все-таки считает себя уже для Татарстана местным? Ну, кто из Казанского федерального университета? Тоже один. Ага. Ну, слушайте, два. Два молодых человека робко подняли руку. Остальные, получается, учатся не в Татарстане, да, и не участвовали в декабрьской школе. Но надо сказать, что много пропустили, потому что в Болгарской академии было очень интересно. Там мне очень понравилось. Итак, дорогие курсанты, ну, у нас раз, это как курсы повышения квалификации все-таки. А раз курсы, значит, курсантами можно называть, хотя у нас в России курсантами принято называть тех, кто учится в военных училищах. Но, или слушатели. Хорошо. Потому что студентами просто так не назовешь. Давайте, слушатели. Дорогие слушатели, тема моего выступления в программе написана как «Россия и Скандинавия». «Россия и Скандинавия» и опыт построения государства всеобщего благоденствия в 20 веке. А на самом деле, я, когда делаю выступления перед российскими студентами, я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что, видимо, в школах стали плохо учить географию. И как бы российские студенты, они, в принципе, понимают, где находится Россия и из каких субъектов она состоит. Но вот со Скандинавией возникают проблемы. А Швецию, например, как скандинавскую страну, часто путают со Швейцарией, там, Норвегия – это вообще проблема. Но вот если мы возьмем нашу эмблему, вот видите, на эмблеме в центре Африка, да, это как бы понятно. А Скандинавия, вот, собственно, если брать туда наверх, у меня нет возможности указочка показать, этот маленький-маленький такой европейский полуостров наверху, который граничит с Российской Федерацией. Кто-нибудь, давайте тогда, у нас будет жанр поднятых рук, ладно? Поднимите руку, кто все-таки был в скандинавских странах. Раз, эн, ту, тре. Нет, хорошо. Хорошо. Ну, мало, мало. А в каких из скандинавских странах? Во всех? А вы, скажите, вы считаете, какие страны скандинавские? Ну, да. Формально, конечно, к Скандинавии, к скандинавскому полуострову относятся все-таки четыре страны. Это Швеция, вот там, в правом верхнем углу эмблемки. Если что, у вас у всех есть Google, на гуглите и посмотрите на карту. Скандинавский полуостров – это Швеция, Норвегия, Дания и Исландия. Финляндия относится и к другой группе, там, финно-угорские языки у финнов, это раз. И они формально не скандинавский полуостров, хотя понятно, что на протяжении тысячелетий совместной жизни так или иначе историко-культурные связи были достаточно тесные, и они многие тоже себя воспринимают как скандинавов в определенной степени. Так вот, регион на самом деле этот традиционно был самым бедным регионом в Европе. Вообще Европа была не шибко богатая, и все должны понимать, что вот то процветание, которое случилось в Европе, это на самом деле результат последних 500 лет максимум, а до этого, собственно, Европа – это окраина мира. В Европе не было никаких практически полезных ископаемых, золотых приисков, в принципе, в Европе не существовало. Европа в целом холодная, в целом плохая почва для земледелия, постоянные то дожди, то засухи, то заморозки. И жизнь в Европе всегда была очень, на самом деле, некомфортной. Что ли говорить о Северной Европе, о странах Северной Европы, где все как бы в пять раз холоднее, в пять раз беднее, скалистые почвы, потому что, собственно, это горы, скандинавские горы. Мы понимаем, что в горах тоже особо ни пшеницу не вырастить, скот разводить в холодном климате сложно. И в целом Скандинавия считалась таким достаточно богом забытым углом долгое-долгое время. И люди здесь, соответственно, жили не очень хорошо. А так в XIX веке, например, вот на примере Норвегия, которая тогда вообще не была самостоятельным государством, а входила в унию Швеции, подчинялась шведскому королю. Там в середине XIX века вообще случился экономический коллапс в стране, потому что она традиционно, Норвегия, собственно, горы, леса, фьорды, они традиционно подставляли древесину для военно-морского и торгового флота Великобритании. Опять же, если посмотреть на карту, мы все примерно уже, вот где находится Великобритания, я уверен, что все точно знают. Так вот, получалось, что Норвегия прямо рядышком, через небольшое расстояние морем, и много леса, много фьордов, а фьорды — это такие длинные заливы, где можно достаточно спокойно, комфортно обустраивать верфи и строить корабли, защищенные от штормов, ураганов. То есть, в принципе, очень комфортные условия для кораблестроения. Вот долгое время норвежцы поставляли дерево и строили корабли, шхуны, бриги и все остальное для англичан до середины XIX века. А потом что произошло? Потом, собственно, научно-технологический прогресс окончательно их добил, и английские корабли стали делаться из железа. Как только они стали делаться из металла, ясно, что норвежская древесина оказалась никому не нужной. Ну и понятно, что сразу верфи закрылись, лесопилки закрылись, оказалось огромное количество людей без работы вообще в принципе, чтобы добывать себе на пропитание возникли серьезные проблемы. И эти проблемы усугублялись чем? Тем, что, опять же, развитие науки и технологий, то самое развитие науки и технологий, которые, собственно, Европу из окраины мира, голодной, нищей и убогой превратила в мировой центр, и буквально за несколько столетий Европа сама выступила в качестве поработителя и колонизатора других стран, намного более развитых и в культурном отношении, и в экономическом, и во всех остальных, ну вот через науку и технологию, собственно, смогли построить и мощный флот, и мощную армию, и выстроить хорошие экономические модели организации всего. Так вот, здесь как раз все начало сыпаться, и вот эти корабли железные, паровые, они в том числе и для Рыболовецкого флота были распространены, и в Норвежское Северное море стали приплывать рыбаки из Португалии и Испании. То есть раньше, когда флот был деревянный и парусный, они физически, им было тяжело туда плыть и ловить селедку скандинавскую. А здесь проблем нет, навигация развилась как раз в середине XIX века, а в их водах начинают ловить рыбу уже не только датчане, шведы и норвежцы, ну и активно приплывают все остальные. И немцы, и американские даже рыболовецкие траулеры заходят. И, соответственно, конкуренция ужесточается. Если раньше та же норвежская сельдь добывалась в основном скандинавами, продавалась, то здесь оказалось, что они могут ее и не добывать, за них ее добудут. И это ударило еще и по их рыбакам. И в итоге, к началу XX века, это буквально 120 лет назад, Норвегия вообще считалась самой бедной и несчастной страной, потому что там практически не было работы. И больше третье население вынуждено было уехать, эмигрировать из страны, бежать как в сторону США и Канады, так и в сторону Российской империи, лишь бы найти хоть какую-то работу, чтобы прокормить себя и свои семьи. Ясно, что в таких тяжелых экономических условиях, да еще холодный климат способствовал распространению пьянства, алкоголизма. Считалось, что нация практически вымирает от голода и от алкоголя и не имеет практически никаких светлых перспектив для будущего, развития и так далее. Ситуация была очень сложной. В этом отношении более-менее нормально смотрелась Швеция, потому что ей повезло. В шведских горах все-таки был и до сих пор остается уголь, и железная руда. Это скрашивало их жизнь. А мы понимаем, что 19 век, долгий 19 век, который многие считают, что закончился только в 1917 году и в 1918, после Первой мировой войны и революции, которые произошли в результате ее. Так вот, короче говоря, шведам повезло. Вот 19 век, он был не только веком революции, он был и веком угля и стали. И, по сути, все войны европейские происходили как раз за перераспределение ресурса. Уголь и сталь. Кто контролирует железные рутники в то время, и уголь, тот, собственно, и рулит миром. Сейчас мы знаем, сейчас, собственно, общепризнанно мы живем уже в эпоху не угля и стали, мы живем в эпоху нефти. И живем в эпоху нефти практически после 1945 года, когда именно наличие нефти, логистических хабов по ее доставке и использованию, наличие нефтепереработки позволяет, собственно, развиваться экономике. Вот 19 век до 1945 года – это уголь и сталь. Вот шведам повезло, они на этом угле и железе все-таки более-менее могли выстроить хоть как-то свою экономику, которая могла прокормить свое собственное население. Продавали, естественно, этот уголь и это железо и англичанам они, и немцам, возникшей в конце 19 века Германской империи. А датчане, опять же, в силу географии, лишаясь, собственно, возможности хоть как-то продавать рыбу, потому что их рыбу тоже вылавливали активно другие люди, они, естественно, пытались использовать свои возможности нахождения своей страны в проливах, которые соединяют Северное море с Балтийским морем, и хоть как-то на вот этом торговом пути зарабатывать и обеспечивать себя. Так вот у норвежцев совсем было все плохо, с этим еще большая катастрофа. Так что произошло? Мы видим совершенно, что спустя 100 лет, даже чуть меньше 100 лет, ситуация самым радикальным образом изменилась. А что такое 100 лет? 100 лет – это все-таки 4, максимум 5 поколений. Если считать, что человек родился, дожил до 20 лет, родил ребенка, ну, грубо говоря, если считать все-таки поколения раз в 20-25 лет, то это 4-5 поколений за 100 лет. И самое удивительное, что те, кто был рожден 100 лет назад, опять же, благодаря развитию науки, технологий и медицине, в скандинавских странах до сих пор еще достаточно активно живут и функционируют. Там очень много 90- и 100-летних стариков, которые продолжают вести достаточно активный образ жизни. То есть люди, рожденные как раз в то тяжелое время, люди, которые росли в тяжелейших экономических условиях, без работы у их родителей, и без нормального понимания, а как мы вырастим и вырастим ли мы вообще, теперь живут в самых процветающих странах. То есть если сейчас загуглить или заяндексить, в зависимости от ваших интересов и приоритетов, то вы увидите, что по всем основным показателям и рейтингам, и качеству жизни, и уровня жизни скандинавские страны лидируют. И вот, собственно, ключевой вопрос. Ключевой вопрос, как же это произошло? Как произошло, что чуть более, чем за 100 лет, а реально меньше, чем за 100 лет? Потому что они этого качества жизни добились уже к 68-му году, 1968-му. То есть реально они сумели перестроить свою систему политических, социальных, экономических отношений за 50 лет. То есть на самом деле вообще за два поколения. И, грубо говоря, дедушки как раз участвовали, жившие тогда в конце 60-х, они как раз участвовали в перестройке всех своих стран и помнили, как жили их родители и могли рассказать своим внукам и поговорить о том, как у них это получилось. Потому что на самом деле это абсолютно уникальный социальный эксперимент, который мы, историки, наблюдали в 20-м веке. Аналогичная ситуация с Россией и с Советским Союзом, и Российской империей. Мы понимаем, что 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, Российская империя, конечно, считалась сверхдержавой. Российская империя, начало 20-го века, она конкурировала по темпам роста с Соединенными Штатами Америки и по многим показателям опережала ее. Российская империя имела огромные территории, огромные ресурсные запасы и угля, и железной руды, и нефти, которая, правда, тогда еще не очень была популярна, и чего угодно. Огромное количество народов, огромное культурное разнообразие, сверхбогатство, недр и интеллектуалов, и чего угодно. И казалось, что такая страна, как Российская империя, собственно, должна и дальше развиваться. Но на уровне моделей, организации государства и общества оказалось, что Российская империя в начале 20-го века была последней из абсолютных монархий Европы. Мы не берем, соответственно, арабский мир и так далее. Последней из абсолютных монархий Европы, потому что в Европе весь 19-й век происходит вот эта социальная перекройка, перестройка всего и вся через революции и через реформы, через достаточно трагические социальные конфликты выстраивается новая система отношений власти, общества, людей между собой, формируется понимание среди населения, что они не подданные, в смысле не люди, которые просто должны платить дань своей власти, которая на этой территории позволяет им жить, существовать и зарабатывать. Происходит понимание, что люди и население, они не подданы, а в первую очередь граждане, что они, собственно, платят налоги, и на эти налоги они имеют право самостоятельно решать, что должно делаться, как и где, и контролировать качество расходования тех налогов, которые граждане платят на нужды своего государства. Так вот, Российская империя оказалась последней абсолютной монархией. У нас это называлось и называется самодержавие. Один человек, император, сам являлся и верховной исполнительной властью, сам являлся и верховной законодательной властью, и сам являлся верховной судебной властью. Три в одном. И уже он лично делегировал доверенным людям выполнение тех или иных обязанностей. Нигде более в Европе такого уже к началу XX века не было. Везде были сформированы свои парламенты, а население, все более и более осознаваясь о гражданами, участвовало в выборах, выбирало своих представителей, выбирали, дискутировали, обсуждали в рамках общественного диалога программы построения будущего. И вот в Скандинавии это как раз очень ярко или можно посмотреть. И благодаря тому, что сейчас конец XIX века и XX век очень фундирован документами и источниками, и архивы сейчас достаточно оцифрованы многие. Это достаточно простая теперь задача. Опять же, потому что конец XIX и XX век, мы понимаем, что в основном это уже машинописные тексты, а в меньшей степени рукописные. И даже читать, соответственно, и расшифровывать написанные, напечатанные намного легче, чем разбирать те самые каракули, про которые нам рассказывали в первой половине дня. Так вот, идет активный общественный диалог, идет полемика, как жить и развиваться дальше. В Российской империи этот диалог сильно подморожен. Считается, что любые обсуждения, любых реформ или какой-либо модернизации, это все плохо, это пахнет революцией, погромами, уничтожением всего и вся и приведет к негативным последствиям. Поэтому в России это больше происходит в начале XX века в такой полулегальной, неформальной форме неких закрытых клубов. По сути, политические партии в Российской империи начинают как нормальные политические институты формироваться только после революции 1905 года. До этого это скорее некие кружки и клубы по интересам. А в тех же европейских странах и в Скандинавии все-таки политические партии уже активно формируются середина XIX века и к началу XX века это достаточно уже нормальные организации с понятными уставами, с прописанными программами и с партийными взносами, со своими бюджетами и со своей стратегией, тактикой достигания власти и, собственно, перестройки в лучшую сторону для комфорта и жизни всего населения. И, собственно, ключевая тогда проблема сильное социальное расслоение и драматическое социальное неравенство. Это то, что мы сейчас, в принципе, продолжаем наблюдать во всем мире. Мы видим, что 1% населения владеет 99% собственности во всем мире и капиталами, а 99% остального населения владеет крошками, которые, собственно, остаются. Тогда эта ситуация была еще более жесткой и драматичной в целом во всех странах. И вот появилась так называемая идеология, социал-демократическая идеология это и в Германии, и в Скандинавии это наиболее ярко видно, и в России. И она, конечно, была основана на трудах Карла Маркса и Фридриха Энгельса на этом серьезном, на самом деле, труде «Капитал», который называется. И его целесообразно, на самом деле, первый том «Капитала» целесообразно читать не только тем, кто занимается историей политических движений, или там политологом. На самом деле, это полезно читать даже тем, кто задумывается о бизнесе и о том, как, собственно, зарабатывать можно в условиях капиталистического устройства. Потому что, хоть книга и толстая, но это очень хороший лонгрид, который я настоятельно рекомендую почитать для того, чтобы лучше понимать, как устроена, собственно, евроатлантическая модель. Потому что именно тогда он ее описывал в ее худших формах и проявлениях, мечтая о чем-то лучшем. Ну вот, собственно, в конце 19 века появляется идеология и мечта, скорее даже мечта, о социализме, о противовес капитализму. Что вот в капитализме все только думают о деньгах, человек человеку волк, в капитализме ради доллара, рубля или фунта стерлинга готовы продать душу, а вот некая новая формация, новая форма, социализм, когда люди будут жить в мире, в достатке, не будет крайностей, не будет сверхбогатых, не будет сверхбедных, и все будут достаточно счастливы, обеспечены едой, жильем, качественной медициной и образованием. Ну, эта мечта, она, собственно, есть и во всех религиях мира. Мы понимаем, что это некая мечта о рае. В традиционных религиях предполагается чаще всего, что, ну да, мучаемся в этой жизни, но зато, если будем вести праведный образ жизни, будем хорошо жить потом, в другой жизни. А здесь все-таки опять развитие науки и технологий, люди начинают думать все больше и больше о том, как же все-таки перестроить свою жизнь здесь, а уж потом думать о том, что будет в загробной жизни. И появляется идея такая о рае, неком рае уже здесь, на земле. То есть некий такой социалистический уклад, когда всем будет хорошо и комфортно. И встал вопрос, ключевой, а как этого добиться? То есть если люди определенные, которые вот решили, что это прекрасная мечта на долгосрочное развитие их страны и их народа, ну вот как добиться? И здесь социал-демократы очень быстро раскололись. Социал-демократы, ну собственно, которые говорили, что демократия – это важно, чтобы слышать людей, понимать, что хотят люди, а социал – это вот это идти к социализму. И здесь они очень быстро раскололись. И раскололись они и в России, и в Скандинавии, и в Германии, и во всех европейских странах это очень хорошо прослеживается. Но опять же, и российский пример, и скандинавский – это как два разных полюса, где наиболее ярко и остро мы видим, вот как в химических реакциях, наиболее бурно мы наблюдаем одни и те же, в принципе, процессы. Собственно, раскололись на два основных крыла. А первые говорили, что надо через революцию, через радикальную ломку всего, что существует, взять власть, написать новые правила игры и по этим новым правилам игры быстро построить социализм. Радикал-революционеры, так скажем. В России они были представлены такими людьми, как Владимир Ильич Ленин, Ульянов, как Троцкий и много других. Радикалов было достаточно много у нас. Но было и другое крыло, которое стало говорить, что на самом деле в государстве и в обществе так быстро ничего сделать нельзя. Что нужно менять культуру, нужно воспитывать нового человека, нужно объяснять людям, как правильно коммуницировать с друг с другом, как правильно жить, ради чего стоит жить, ради чего не стоит жить. А культурные изменения это намного более медленный и длительный процесс. И они стали, эти же, такие же социал-демократы, стали говорить, что да, давайте добьемся того же социализма, но через постепенные реформы. мы постепенно будем, собственно, объяснять своим людям, гражданам, как лучше выстраивать отношения, как усовершенствовать систему здравоохранения или образования, что такое пенсии, что такое там рабочий день и сколько времени нужно человеку на работу, а сколько нужно времени все-таки на отдых и на свою семью, чтобы быть полноценным членом общества. И, соответственно, они стали такими реформистами, стали выступать за эволюционный путь, за постепенный приход к власти не через вооруженный переворот, не через революцию, а через парламентские выборы, через конкуренцию с другими партиями, конкуренцию в своих программах, доказывать своей деятельностью, что их программы более качественные и более интересные для людей, чем программы других партий, захват, собственно, сначала законодательной власти через выборы и потом постепенные изменения системы законодательства в пользу, собственно, в интересах достижения вот этой некой мечты о прекрасном государстве и обществе. И вот эти два крыла социал-демократии очень жестко вошли в конфликт. Ясно, если от них говорят, давайте берем винтовку и штыком заставим гружуев поделиться своими богатствами, и по сути встали на путь равенства в бедности. Ну, потому что, если мы говорим, давайте у богатых у этого одного процента все заберем и этот их капитал раздадим всем бедным, на самом деле очень быстро все становятся бедными. А другие говорят, нет, давайте не будем штыком и гранатами решать, не будем ломать через колено, давайте будем воспитывать, открывать всякие образовательные курсы, школы, объяснять людям, разъяснять и в диалоге с ними как раз создавать вот этот генеральный план светлого завтра, светлого будущего, в котором нам всем было бы комфортно жить. Это, конечно, более сложный путь, сложный путь диалога и вот выяснения, а что же лучше будет для всех, а не только для кого-то избранного. И эти два крыла раскололись. Этот раскол социал-демократии собственно привел к появлению коммунистической партии, потому что когда социал-демократы в России захватили власть революционным путем и стали истреблять всех своих конкурентов и политических противников, ясно, им очень быстро пришлось отказаться от слова социал-демократия, потому что возникала какая-то путаница. Наши радикалы российские, они говорили, мы социал-демократы, партия большевиков, потому как вот на съезде социал-демократов в 1903 году партия раскололась, и вот большевики поддержали радикальный путь, большая часть членов съезда, а меньшая поддержала что-то другое. Большевики и меньшевики это просто два разных крыла социал-демократии в России. То же самое и в Скандинавии. Мы видим совершенно четко, как там есть свои радикалы, есть свои реформисты, и они конкурируют друг с другом. Что интересно? Интересно, что в качестве вот именно примера, что, например, Норвегия, там после Первой мировой войны в 1919 году социал-демократы были объединены в Норвежскую рабочую партию. И вот они собрали свой съезд, и на съезде Норвежской рабочей партии победу одержали вот норвежские большевики, норвежские радикалы. Они захватили власть в партии, задекларировали, что теперь норвежские социал-демократы пойдут революционным путем и вступили в Коминтерн. И в этом Коминтерне норвежские социал-демократы пять лет до 1923 года находились, пока, собственно, не разорвали отношения, когда поняли, что разные подходы все-таки даже у норвежских радикалов и у российских радикалов. Короче говоря, мы видим, что в Советском Союзе, в России, потом созданном Советском Союзе, власть захватили радикальные революционеры, заявили о том, что они теперь не социал-демократы, а коммунисты, создали Коминтерн, взяли путь на мировую революцию и, конечно же, напугали практически весь мир чем? Тотальной национализацией, изъятием без каких-либо компенсаций собственности, а достаточно грубыми социальными экспериментами и попытками перераспределения благ таким достаточно негуманными способами. И во многих странах мира, и в Европе, и в Скандинавии, идея социализма стала ассоциироваться именно вот с этим сценарием, который показали в России в рамках этого большого социального эксперимента, который мы наблюдали. Социализм стал восприниматься как некое слово, которое используют именно коммунисты и именно радикалы, которые хотят все перекроить, перестроить, все национализировать и, по сути, создать тотальное государство. Тотальное государство, которое за всеми следит, подавляет, и тотальному государству, дескать, лучше видно, куда идти и как все должны жить. И вот в противовес в Скандинавии в середине XX века сформировалась концепция welfare state, государство всеобщего благоденствия, потому как используют слово социализм им было как бы не с руки, чтобы их не обвинили в том, что они просоветско ориентированы и на самом деле являются латентными коммунистами радикалами. В итоге они вводят это понятие государства всеобщего благоденствия, на самом деле подразумевая примерно то же самое. Это государство, где все люди равны, где все-таки есть интернационализм и люди не преследуют друг друга ни по цвету кожи, ни по их убеждениям, но живут бок о бок, сосуществуют, помогают жить другим и развиваются. И эта мечта Скандинавия была сформулирована во всех скандинавских странах и достаточно быстро получила распространение среди граждан и социал-демократы и Швеции, и Норвегии, и Дании, и Исландии с конца 20-х годов на протяжении почти 50 лет являлись правящими партиями, которые стабильно набирали больше 50% голосов на всех парламентских и муниципальных выборах. Это очень интересный такой кейс, потому что у нас, например, в России многим почему-то не нравится, что есть такая партия, как Единая Россия, которая, дескать, слишком много получает голосов на выборах. Но это абсолютно не уникальная история. Еще раз, в Скандинавии, вот в Норвегии с 1935 года по 65-й, 30 лет норвежская рабочая партия набирала больше 60% голосов и формировала кабинет министров и правительство и меняла законодательство, имея контрольный пакет в стортинге. И нормально. И вот именно за те 30 лет, когда эта партия была правящей, доминирующей, они и изменили систему социальных отношений. Они достаточно тонко поменяли законодательство разных уровней. они выстроили вот эту модель построения welfare state и построили его. Обычно принято говорить, особенно когда мы про Норвегию рассматриваем, принято говорить, ну, Норвегия не пример, потому как у них есть нефть. И они много нефти добывают на свои 5 миллионов населения и продают ее. Но нефть они нашли только в 69-м году, в 1969-м году, в шельфе. До 1969-го года нефти у них не было. И про ее существование никто не знал. Однако уже вот эта модель государства всеобщего благоденствия, к которому они стремились, хорошие пенсии, хороший медицинский пакет, хорошее качественное образование, развитые научные технологии, бизнес, который выстраивает отношения не по принципу чисто своей маржинальности и увеличение нормы прибыли, а все-таки в консенсусе, в диалоге с постоянным профсоюзными объединениями и с властью. Ну, то есть сложная достаточно модель была сформирована и не быстро, конечно, но она как раз к середине 30-х годов у них была кристаллизована. Так вот, потом 30 лет планомерной работы, собственно, по реализации этого генерального плана, который был намечен. И к 65-му году, собственно, они почти все базовые элементы эти построили и только потом нашли нефть. Именно поэтому я люблю говорить, что вот, например, для России нефть, как черное золото, стала нашим ресурсным проклятием. Наличие в России этой нефти с древнейших времен и огромного количества ресурсов позволяло всегда властям и элитам особо не заморачиваться и не думать о том, а как все-таки усовершенствовать систему общественных отношений внутри страны. Потому что были ресурсы, которыми можно было свободно распоряжаться. И в итоге это стало ресурсным проклятием. Когда у тебя слишком много ресурсов, ты можешь не думать о качественном улучшении жизни. А вот когда у тебя голод и ресурсов нет, тогда приходится договариваться. Именно здесь норвежский пример, когда я в начале лекции сказал, что почти 30% населения не уехала, это как раз вот это вроде с одной стороны эмиграция обычно считается это очень плохо. Но вот через вот это очень плохо, а элиты в Норвегии поняли, что если не научиться договариваться и не слышать простой народ, то тогда весь народ уедет. И вообще некем будет управлять. И они вынуждены были садиться за стол переговоров и договариваться, выстраивать модель общественных отношений, которые остановят эмиграцию. И люди скажут, окей, нет, я действительно останусь здесь, зачем мне уезжать. И опять же отъезд большого количества людей приводил к дороговизне рабочих рук. И это тоже для бизнеса катастрофа, потому что чем меньше рабочих рук, тем, собственно, больше надо платить оставшимся, или же надо вкладывать в науку, в автоматизацию, в развитие технологий, чтобы как-то повысить эффективность использования тех рабочих рук, которые остались. То есть в итоге мы видим, что в той же Норвегии, когда в 69-м году они находят нефть в шельфе, для них это становится подарком небес. То есть это не ресурсное проклятие, а именно подарок как некий бонус за то, что вот вы молодцы, вы сумели построить систему социальных и политических отношений, наметили этот план построения общества всеобщего благоденствия, вы молодцы, и вот вам бонусом нефть, решайте, как вы сможете, куда правильно инвестировать эти средства. И ведь вопрос там стоял очень просто. Сразу пришел Бритиш Петролиум и Шелл и сказал, отлично, вы нашли нефть, продайте нам концессию. Они обратились к норвежскому правительству, правительству социал-демократов, чтобы просто выбрать некий такой обычный сценарий стран третьего мира. Мы вам заплатим здесь и сейчас несколько миллионов долларов, и вы отдайте нам лицензию и права, мы уж как-нибудь сами эту нефть выкачаем. И аргументация их была логичной, этих больших компаний транснациональных. Они говорили, в вашей стране нет технологий необходимых для глубинной добычи нефти, вы не сможете ни насос не производить, ни вышку поставить, у вас нет траулеров в достаточном количестве, чтобы эту нефть транспортировать, вам будет сложно все это выстроить. Ну, и это формально это очень логично звучало. И в любой африканской стране именно по этому сценарию двигались. А здесь правительство, именно ощущающееся правительством своего народа, говорит, нет, но это невыгодно нашему народу. И они создают статуэл, они создают 100% государственную корпорацию за счет государства, которое под отчет на парламенту ежегодно отчитывается перед парламентом о том, как развивается и куда тратятся деньги, какие инвестиции осуществляются. И парламент имеет право раз в год, заслушав отчет генерального директора компании, снять его своим решением и назначить другого. они создают такую госкорпорацию и эта госкорпорация становится одним из мировых лидеров достаточно быстро. Они говорят, нет, это наша нефть и эта нефть принадлежит народу. И мы будем ее добывать сами, и мы будем продавать, а ту маржинальность, которую BP или Shell забирал бы себе, мы будем откладывать в фонд будущих поколений. В России в начале нулевых мы пошли, использовали во многом этот опыт, у нас тоже был создан и существует некий такой фонд, куда откладываются на будущее и на инвестиционные разные проекты средства от ресурсов. У них это очень хорошо сработало. И в итоге, собственно, они как раз получили экстра деньги на дальнейшее развитие, укрепление своей страны и свое процветание. мы видим в итоге резюмируем, что вот та мечта, которая родилась в конце 19 века в Европе, мечта о всеобщем благоденствии и неком социализме, она на протяжении 20 века в той или иной форме реализовывалась в разных регионах и в России, и в Скандинавии в том числе, использовались разные методы, использовались разные инструменты. Ясно, что в рамках часовой лекции я не могу вам рассказать в подробностях и деталях, что делали скандинавы, как они делали, как они на своих партийных конгрессах дискутировали и формулировали видение будущего вот этой идеальной мечты, потому что нельзя достичь целей, если у вас нет вообще в принципе представления и образа о том, к чему вы стремитесь. Это важный момент. Если мы не знаем, к чему и куда мы идем, то мы никогда туда не придем. Но если формируется образ будущего и той цели конечной, к которой мы стремимся, пусть и максималистский, пусть и слишком прекрасный, гипертрофированный, но мы все-таки понимаем, в каких условиях и как мы хотели бы жить и начинаем туда двигаться, то даже если мы будем двигаться совсем-совсем медленно и даже не дойдем до этой максималистской цели, но реализуем хотя бы на 5-10%, то может быть это вполне даже окажется достаточным для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Именно так, собственно, стали двигаться в скандинавских странах и их социализм, в отличие от социализма нашего, российского, который строился от общего к частному, то есть в России опять же радикальный подход, а давайте сразу во всем мире и сразу для всех. У них подход другой, от частного к общему. Каждая семья, каждое домохозяйство, собственно, для начала должно построить свой собственный социализм, свое собственное процветание. И уже из частных процветаний семей и домохозяйств сформируется общее. это совсем немножко, это сильно другой подход. И вот они пошли вот от этого, от простых людей, от народа. В России, в Советской России, в Советском Союзе, конечно, пошли от глобального. Опять же, благодаря тому, что Россия большая, в России всегда было много ресурсов и много людей, казалось, что зачем размениваться на мелочи, когда можно сразу сыграть ва-банк. Но мы видим, что не всегда игра ва-банк позволяет достичь цели. Мы видим, опять же, что вот этот грандиозный социальный эксперимент XX века по поиску социализма в разных регионах мира привел к разным результатам и продолжаем жить дальше. Уже в XXI веке, в принципе, приблизившись к той мечте конца XIX века о более справедливом обществе и государстве, но все-таки еще не достигнув цели. Но, как говорится, увидим. Спасибо, коллеги, курсанты и слушатели. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Будут ли вопросы, потому что у нас с вами сейчас лекция продолжится без перерыва. Пожалуйста, слушатели. Денис Валерьевич, спасибо за очень интересную лекцию. Хотелось бы поприветствовать уважаемых слушателей, вас лично, Денис Валерьевич. Мы всегда в нашем университете рады видеть любых гостей. Даже таких, как я? Спасибо. У меня вопрос такой. Зачастую, так скажем, обыватели путают понятие Скандинавия и понятие скандинавский полуостров. Мне вот интересно, если рассматривать в историческом контексте, политическом, почему это происходит? Собственно, смешение, как я сказал в начале лекции, часто Финляндию приплюсовывают к Скандинавии, хотя это все-таки не совсем верный подход, потому что Скандинавия это все-таки германская группа языков, а Финляндию это финно-угорская. Это все-таки в основе своей жители таким, ну, это же эпоха викингов, все, наверное, помнят, это люди, они мореходы, они жители все-таки скандинавских гор и фьордов, а Финны это все-таки атактонное достаточно население, но так получилось, что Финны, собственно, оказались под влиянием шведов очень быстро, исторически, и после только наполеоновских войн 1815 года Финляндия перешла от шведского королевства в Российскую империю, и в Российской империи, конечно, были особо льготные условия для финского народа, была у Финляндии конституция, особый режим управления, не такой, как на все остальные территории Российской империи, и финны все-таки исторически чувствовали, что им казалось, что они ближе к шведам, чем к русским, опять же, исторически, потому что они жили на отних болотах вместе с эпохи викингов, и в нашем, в российском мышлении тоже мы финнов традиционно относим к скандинавам, видя, что, в принципе, там такая же политическая модель, как и в других скандинавских странах, такой же высокий уровень жизни, развитые научные технологии, хотя, опять же, надо понимать, что это богом заброшенная окраина Европы всегда была, это бедные болота без каких-либо особо ресурсов, но именно мобилизация внутренних общественных отношений, определения приоритетов, в том числе приоритетно научно-технологическое развитие, позволило им выйти на другой уровень. Для нас, мы знаем, что у них тоже сухой закон, поэтому в Санкт-Петербурге мы в основном видим финнов в субботу, в воскресенье, которые дорываются до дешевого алкоголя российского и теряют все приличия. Но по факту лучше говорить, конечно, северная Европа. И вот и Швеция, и Норвегия, и Дания, и Финляндия это все-таки регион северно-европейский, включающий и скандинавский полуостров. И вот эта модель северной Европы, она на самом деле уникальная, и она интересная для изучения. Спасибо большое, Денис Валерьевич, за пояснение очень подробное. Сейчас, если позволите, мы приглашаем следующего нашего лектора, Ирина Яковлевна. Ирина Яковлевна. Ирина Яковлевна. Ирина Яковлевна.